здравствуйте у нас в гостях сегодня журналист гостья создатель дождя дождя я оговорился создатель нашего радио да и вообще человека который можно прочитать в википедии михаил козырев здравствуйте привет вадим в википедии кстати все верно написано у вас там большая страница я посмотрел я очень давно на нее смотрел и читал что там и у меня вот анализировал я знаю что есть люди которые просыпаются и каждый день ищут какие новые упоминания были про них сделаны в социальных сетях или в интернете я к ним не отношусь я вообще очень редко google и читаю что-то про себя я помню что когда я читал какие-то вещи брови у меня поднялись вот потом я подумал что как это все изменять же нужно искать кого-то кого-то просить придумывать формулировки в общем забил на это все хотя наверное это неправильно потому что есть там и там каких-то вот таких фундаментальных искажений или ошибок нет там есть просто как это ну как бы чушь написано но где ее нет на везде существует вообще вот когда сталкиваетесь с какой-то чушь и написанной в интернете когда что-то придумывают это задевает потому что но люди же сейчас да поддаются каким то вот я слышал что михаил козырев многотощий и дальше уже рассказывают что это не так или было совсем не так как-то вот наверное сложно переубеждать нужно ли вообще это как вы считаете во многом вот эта лекция с которой я поехал в тур которая называется не мой рок-н-ролл она была вызвана постоянно повторяющимися вопросами это в лучшем случае если люди задают вопросы а в худшем случае это тезисами которые на которые я наталкиваюсь и я как бы считаю своим нужно хотя бы обозначить свою позицию и рассказать как оно на самом деле было и верю что буду услышан вот но это конечно тоже симптом наивности которые которые у меня до сих пор есть но то есть мы сейчас как раз по дороге сюда об этом говорили и я как бы теперь отец нового российского империализма и имперского сознания и человек породивший такие токсичные явления как там наше радио или фестиваль нашествия или саундтрек фильму брат 2 и сейчас такой общий существует тренд на то что вот оно где зло оно началось оттуда все было там заложено если бы этого не было то наверное история была бы совсем другой и если бы не саундтрек брата 2 россии не напала бы на украину вот такие вот тезисы но они конечно меня ранят у меня нет еще такой толстой кожи наверное не появится уже вот чтобы я плевал на это все это обидно поскольку это абсолютно не так но почему не так я как раз в этом выступлении своем буду по полочкам раскладывать и исторические историческую такую вот хронологию выстраиваю о том как все развивалось в эту путинскую эпоху с чего оно началось кто и как проявлял себя из музыкантов и медиа бизнеса на разных этапах и к чему потом это все пришло и ключевой вопрос который я себе задаю мог ли я что-то изменить и и был ли вариант как-то избежать поворота не туда чтобы все было иначе вот соответственно эту тему я и размышляю но саундтрек к фильму брата 2 в одном из интервью если я не ошибаюсь вы сказали что вы не гордитесь этим проектом но я так понял из контекста может я не прав поправьте меня что вы это поняли что не гордитесь уже впоследствии как этот фильм стал восприниматься то есть это осознание пришло позже что с этим фильмом да конечно потому что он это очень важная вещь надо понимать контекст в котором он делался это 1999 да рубеж 99 и 2000 и балабанов снимал комедию и это как бы всем нам в творческой группе было понятно потому что в 99 году предположить что россия всерьез считает америку врагом и посылает своего народного героя там показать кузькину мать американцам но это же он не может быть всерьез это же реально комедия я напомню что на конце 90-х годов америка была другом америка была страной которая которая которой мы стремились которой эффект притяжения сила притяжения была гораздо больше чем сила отторжения они спасали нас в голодные годы своими там ножками буши окорочками и так далее мы были им благодарны за это это все могло восприниматься только в ироническом ключе но впервые сомнения у меня заранились на премьере когда мы сидели в пушкинском с сельяновым с балабановым сережей бодровым вот и в зале после фразы вы мне гады еще за севастополь от видите разразился шквал аплодисментов которые мне показались пугающими но хохот да потому что но понятно же что сухоруков играет абсолютно отбитого безмозглого отморозка и это фраза может быть вложена в уста только такого однозначно отрицательного персонажа да именно гротеск и вдруг публика типа вау круто за севастополь еще ответите и все что происходило в восприятии этого фильма потом оно конечно сильно искажало изначально заложенный в него вот этот вот гротесковый иронический посыл ну то есть все воспринималось всерьез более того я думаю что путин посмотрел брат 2 и принял к сведению какого героя хочет страна видите как надо дальше ей управлять я думаю что он воспринял этот фильм как руководство к действию а ведь вторая часть брата 2 она конечно вытекает из первого это два совершенно разных фильмов потому что если мы рассматриваем брат 1 1 1 просто брат это совсем не комедия это в общем фильмы в каком-то смысле о потерянном поколении как мне казалось тогда знаете аналогия она совершенно как мне кажется парадоксально возникла это чужой ридли скотта и чужие джеймса кэмерона этого два разных фильма даже по атмосфере а балабанов на ваш взгляд как он относился к этой истории с братом из братом 2 почему он решил снять такие разные фильмы которые в конечном итоге стали восприниматься как единое целое я не могу размышлять на тему того как алексей относился к брату к первому вот это я к этому отношения никакого не имел но я очень хорошо помню как он относился к брату второму и мы многие вещи с ним обсуждали в процессе монтажа потому что мы сидели вот в монтажной линфильма в которой не было света не было электричества вообще во всем линфильме тогда просто денег не было на электричество и мы смотрели монтажные сцены а я привез чемодан еще не выпущенных песен пластинок этих так называемых сидиаров на которых от руки было написано там смысловые галлюцинации вот то есть этих песен еще не было в эфире я с этим чемоданом я прослушивал ночами подкладывал под какие-то сцены и дальше ему показывал нам когда мы уже вместе были у нас sony walkman и наушники одни на двоих то есть одно ухо левое у меня и другое ухо до соответственно и я говорил вот смотри вот в этом месте и он говорил да или говорил нет объяснял это я как вы на какие-то фразы я говорил ну послушай ну вот это же прям кошмар вот он говорит так что это же я ты не встречался с этим люди так говорят не я придумал это реально так говорят люди и этому сложно было возразить потому что это правда люди реально говорят там так и размышления данилы багрова на тему там как называются как как надо называть людей с темным цветом кожи там да это это все абсолютно безжалостная показ того какими мы являемся вот это в общем зеркало в которое мы глядим и ужасаемся то есть это была такая самоирония получается в этом фильме на на народ на общество на какие-то такие балабанов был человеком который на любой упрек он говорил это так оно и есть то есть мы можем лицемерить сколько угодно и делать вид что это не так но на самом деле так оно и есть народ в большинстве своем это как бы я уже от себя добавляю не не спекулировал именем народ но говорил если прислушаться и выйти на улицу это то как общаются между собой люди другое дело что он очень талантлив был невероятно талантлив и из-за того что он так точно это переносил на экран это приумножалось и становилось само 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 по себе ферментом который как бы с одной стороны говорит это нормально ничего страшного так все говорят с другой стороны как ферментом катализировал реакцию то есть все больше и больше людей думала но если в этом фильме так говорят то ничего зазорного в этом нет но это философский разговор о том искусство отражает или искусство определяет и формирует тут можно очень долго на эту тему говорить на случай с балабаном как мне кажется конкретно в примере этого фильма оно конечно начало формировать национальное самосознание но вот я слышал такую точку зрения я много о ней думал кстати о том что может быть режиссер музыкант он не закладывает в свою работу вот некий такой смысл но его начинает интерпретировать и монополизирует уже право на эту интерпретацию для себя почему я это говорю очень сложно это закрутил вот что шевчук пишет песни и не исключено что российский военнослужащий который входит на территорию суверенного государства украины с автоматом в руках идет и слушает шевчука хотя шевчук он против этой войны но он идет и стреляет с песней юрия шевчука и тогда получается что художник и творец сам того не видит он становится ответственным или нет вот как как решить вот это все это цепочка совершенно справедливо кроме последнего тезиса несет ли шевчук ответственность за то что в тот момент когда человек с оружием в руках стреляет у него в наушниках звучит песня не стреляй нет не несет никакой вообще но классический это это же самый классический пример в этом отношении что песня была в общении о том написана эта песня перемен требует наши сердца а монет сигарета в руках чай на столе она была написана на кухне от ощущения какой-то вот безысходности чисто бытовой не глобальной государственной не политической не гражданская не устроенность просто бытовой не писала политик да и в результате эта песня выросла в один из главных там гимнов сопротивления возвращаясь к этому тезису до какой степени художник ответствен за последующее восприятие его произведения я боюсь радикально ответить никакой но скажу ничтожно малую просто это порой написание произведения происходит даже как правило безотчетно человека который только что написал песню поймать вопросом а чем это это бессмысленная вещь потому что большинство людей скажет я что-то я не знаю а вот как-то как-то вот родилась особенно у самых талантливых артистов они у меня такое ощущение что у них серебряный шнур на небо ведет и поэтому шнуру им спускаются строчки но шнур да то есть но получается что сегодня вот в контексте той большой трагедии этот шнур подключен многих кто работает на русском языке я знаю много людей которые в эти свою боль и отчаяние от того что произошло они переплавляют в строчки здесь нужно оговориться что есть несколько артистов которые песни которые пишут они даже не могут публиковать потому что это для них опасно я говорю в первую очередь о тех артистах которые остаются в россии вот и я оказался в таком положении что так как среди них есть мои друзья они мне дают их послушать эти песни некоторые даже присылают под клятвенным заверением что эти песни дальше меня никуда не уйдут я никому их не перешлю и никому не буду прослушивать у меня накапливается плейлист совершенно потрясающих душераздирающих песен которые были написаны уже после 24 февраля которые нельзя нельзя и вынести их на свет я надеюсь что время придет и эти песни все услышат потому что они еще и моментально являются ответом на вопрос что ты делал во время войны но потому что человек не даже не будет ни слова говорить и отвечать на этот вопрос просто нажмет кнопку play и зазвучит песня которую написал там через неделю после трагедии и все будет понятно где была его душа на какой стороне он находился вот но к сожалению опять таки эти песни нельзя опубликовать сейчас пока то что вы говорите это отсылает нас к прошлому потому что когда вы рассказывали о тех музыкантах которые дают послушать но говорят нигде чтобы это не проявлялось вспоминается как стругацкие писали град обреченный и как ахматовы если еще раньше писала реквием и как бунин писала каянные дни в конце концов то есть это получается повторение того продолжение или продолжение да продолжение русской традиции выживания в тоталитарном обществе конечно но вот эта русская традиция катастрофическая и трагическая она способствует появлению какого-то особого языка особого стиля в искусстве или это просто такая красивая отговорка что вот смотрите какие произведения вышли из-под советского пресса не было бы советского союза не было бы того платона ещеater 99 как в наговоре мелким шрифтам а если бы не был советско преса было бы наверное гораздо больше тех кого бы мы узнали но тем не менее вот это давление вот эта беспрецедентная среда такая кислота в который все сейчас производит? Как это влияет? В этой предпосылке очень много гипотетики. Ответ никому и никогда не будет известен. Я не склонен безоговорочно утверждать, что художник творит под прессом. Темные времена стимулируют творчество. Для многих — да. Для некоторых — совсем нет. Для тех, кто не переживает эти темные времена, это уже никакого значения не имеет. Но, конечно, видно, что в тяжелые времена было написано очень много выдающихся произведений и литературных, и песен, и с фильмами сложнее, потому что они просто сразу зашвыривались на полку. Вот. И так как это самая многоступенчатая, сложная индустрия выпускать кино, потому что там просто гигантские коллективы и огромные затраты с точки зрения поэзии. Человек просто пишет, и вот он напрямую уже контактирует со своим зрителям и читателям. Это самое губительное. Когда Аскольдов 20 лет лишен возможности выпустить свое кино «Комиссар», то мы же не можем даже близко представить себе, если бы это кино не легло на полку, сколько бы он успел наснимать вполне возможно выдающихся фильмов. Это гипотетика, которую невозможно никак применить. И, конечно, сейчас я бы сказал, что лучше бы, чтобы времена были, конечно, светлые, и в эти светлые времена да, может быть, рождается вполне большое количество мусора, но все равно какие-то жемчужины наверняка рождаются все равно и в светлые времена. Для этого не нужно обязательного сумрака и обязательных репрессий. А рок-музыканты, учитывая, что принято считать, это, возможно, тоже стереотип, но это люди, которые обладают таким бунтарским духом и должны сопротивляться. Что произошло с тем, что называют русским роком? Я не знаю, насколько это справедливое определение, но так легче просто его классифицировать. Почему очень многие оказались на той стороне? Никакого бунтарства, никакого протеста. Окей, поедем в тур, будем продвигать эту повестку. Не все и знаковые, самые важные, наверное, музыканты, они все-таки на этой стороне, но значительная часть там. Это, собственно, вопрос, который я исследую вот в этом своем выступлении, не мой рок-н-ролл. Ответ точный я дать не могу, но предположить, почему так произошло, я могу. Во-первых, мне кажется, что многие артисты выросшие, прослушивая какие-то настоящие западные рок-н-ролльные песни, усвоили форму, не поняв содержания. И как мы в детстве сидели и снимали на гитаре аккорды тех или иных песен, мы также обладели эти музыканты, также обладели мастерством такие же тексты писать, как бы стараться, чтобы это выглядело и слушалось так же, как у Ленона или Боба Диллона, не пропустив через себя контекст, в котором эти песни были написаны и смысл того, почему рок-музыкант не должен никогда быть конформистом и успокаиваться по поводу того, что происходит вокруг. Одна из моих самых любимых цитат, которая принадлежит лидеру группы Ютуб Бона, звучит так, поп-музыка внушает тебе, что все хорошо, рок-музыка говорит нет и ты можешь это изменить. Вот этот второй тезис о том, что ты можешь это изменить и нельзя успокаиваться, нельзя считать что все вокруг и так замечательно, он как бы не был продуман, усвоен, пропущен через себя многими музыкантами, которые и звучат как рок-н-ролл, и выглядят как рок-н-ролл, и песни вроде Залихватские пишут, тоже рок-н-ролл, но в этом отсутствовало, как выяснилось сейчас, я никогда этого не мог сказать раньше, но сейчас выяснилось, что вот этот стержень основной, на который это все нанизывается, он там отсутствовал, это первое, второе, ну это конечно, это же в общем для каждого из рок-музыкантов это была многолетняя многолетняя битва с дьяволом, с дьявольскими соблазнами, и мы все эти огонь, вода и медные трубы, я часто любил задавать вопрос всем этим своим героям о том, что они воплощают эти огонь, вода и медные трубы, это как правило соблазн славой, соблазн алкоголем и наркотиками, соблазн деньгами большими, вот, и очень многие ломались на одном, на втором, на другом, я видел перед глазами своими какие-то метаморфозы, когда вдруг нормальные вроде люди, замечательные там приятели мои, когда вдруг песня попадала на первые места чартов, они начинали вести себя немножко по-другому, чуть-чуть так, высказывали претензии по поводу того, что в гримерке не так все сделано или почему там ну то есть это все мелочек оказалось, на самом деле это вообще не важно, самый главный соблазн, который в этом во всем оказался самым сильным, это соблазн альянса с властью, соблазн быть рядом с людьми, обличенными властью, которые обеспечат тебе безбедную, комфортную жизнь, и вот эта сытость, которой эти рок-н-ролльщики не смогли пожертвовать настолько они к ней прикипели и настолько это им показалось невозможным, она и оказалась вот той плесенью, которая разъела их всех изнутри, ну потому что это страшно прыгнуть с парашютом в никуда, начать бродяжничество по каким-то европейским странам без ощущения нужен ли ты кому-то, впереди абсолютная неизвестность, ты не понимаешь можешь ли ты дать концерт еще, придут ли люди на твой концерт, и те люди, которые прыгнули, это в первую очередь там Борис Борисович Геменщиков или Андрей Макаревич или там Нойз МС, Оксимирон, там Каста, Земфира, это люди, которые помимо какого-то отчаянного авантюризма, они еще обладали верой в собственные силы, ну и, конечно, абсолютной невозможностью жить, когда рядом творится такое чудовищное зло, и, соответственно, становиться его частью неизбежно. те люди, которые решились на этот прыжок, те изменили судьбу, перемена участи глобальная такая. Большинство из этих вот рок-н-ролльщиков на это не решились. И здесь надо еще понимать, что есть такой очень существенный фактор, поскольку я много вел этих дискуссий с ними, в основном по переписке уже после начала вторжения, что у них другая матрица. Матрица этих артистов, как и большинства людей, надо сказать, в России, это матрица кровного родства. Почему они считают эту войну обоснованной? Потому что там, на Донбассе, это же наши братья, и им надо прийти на помощь, невзирая на то, что это территория другой страны. Мы по-братски должны им протянуть руку. Я помню, что это мне Володя Шахрин говорил в 2014 году, когда я приехал в Екатеринбург, и Дождь уже в этот момент освещал то, что там происходит, рассказывая о том, что ну просто это стрелков и вот вся эта история начала войны и бандитизм там у меня мои родственники уехали оттуда, потому что у человека был парк минивэнов, микроавтобусов, которые разворовали и расхерачили в первые же дни эти бандиты головорезы, которые там Моторола, Гиви, Захаршенко и прочие. Да, 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 все эти в кавычках герои. Шахрин не говорил, Миш, вот вы об этом рассказываете, а вот ты сядь со мной в автобус и поедем сейчас 100 километров от Екатеринбурга в лагерь беженцев, там, где люди убежали с Донбасса. Ты посмотришь, как они живут, послушаешь, что они рассказывают. Я вот туда вожу гуманитарную помощь, потому что у людей элементарных вещей нет. Послушай, там другая правда, они тебе расскажут, что там происходит. Они расскажут тебе про то, как неонацисты приехали и уничтожают все, из чего состоит жизнь этих людей. Они заставляют их отказываться от языка, они заставляют их сниматься с насиженных мест и уезжать из своих домов. Там другая правда совсем. Как мы можем их оставить в беде? Это одна матрица, на которой основывается вся произошедшая трагедия. У меня другая матрица. Я объяснял ему, что кошмар, что бы там ни происходило, в этом реально нужно разбираться, сложно разобраться. Но это другая страна. Мы подписались под договоренностями, мы соблюдаем границы. Существует какой-то цивилизационный момент, нельзя просто на него наплевать и творить все, что мы хотим по отношению к другим странам. И это скорее такая западная модель закона и договоренности, которая превалирует над таким скорее племенным, родоплеменным устройством, на чем основывается как раз происходящее событие. Это две разные матрицы у нас. в случае конкретно с Володей это в последнюю очередь нельзя сказать, что полностью игнорируют фактор денег или фактор близости к власти это его позиция, он считает, что это правильно, так надо. И поэтому из этой точки с 2014 года со времени Майдана, который они считают государственным переворотом, идет эта трещина, которой мы расходимся уже в непересекающиеся абсолютно зоны, из которых уже невозможно протянуть друг другу руку и как-то договориться, я имею ввиду мы вот это как бы западники, люди, уважающие закон и считающие, что нельзя дорушать договоренности и славянофилы, которые основываются на этой родоплеменной связи. Вот, и еще несколько месяцев после начала вторжения мы с ним продолжали как-то пытаться убеждать друг друга, а потом настал эпизод, когда я задал Вере Полозковой вопрос по поводу Захара Прилепина, вот, и... И Шахрын исключил он со своей телефона. Ну, то есть, он мне написал сначала возмущенно, ты же говоришь, что нельзя убивать людей, вот, почему ты считаешь, что можно убивать Прилепина, вот, на что я ему ответил, во-первых, я в данном случае адресовал, это был только вопрос, но самое главное, что Прилепин это человек, который получает удовольствие от того, что он убивает людей, он этим удовольствием неоднократно делился и бравировал это, он превратился в чудовище, он живет по законам войны, но если ты живешь по законам войны, будь готов к тому, что твой автомобиль взорвут. Многие ли превратились в чудовище, потому что там как раз были ведь еще и такие промежуточные моменты, например, Рома Зверь, попытка заявить, что это все плохо, молчание, принятие, поездка на Донбасс, фотографирование у Пушки, песни и так далее, и потом сольные концерты, как я понимаю, он не сразу это принял, то есть он попытался сохранить вот этот, я не знаю, лицо, не лицо, по крайней мере, вот что происходит с этой категорией артистов? Они подвергаются давлению и очень, опять-таки, большому соблазну, и это как раз яркий пример с Ромой, опять, изначально поддавшись, ну, какой-то, какому-то гуманистическому началу внутри, он заявил протест в отношении войны. То есть это было искренне? Да, да, а дальше ты начинаешь пытаться выстраивать свое существование в этой новой военной тоталитарной системе, в которой ты пытаешься еще каким-то образом какое-то время отстоять свое право просто на работу, имеется в виду для группы это концерты, вот, потом ты понимаешь, что чем дальше, тем тяжелее, что тебе очень уже за поворотом тебе маячит попадание в черные списки, а смелости прыгнуть, как другие прыгнули, у тебя не хватает? Хотя в случае с группой зверей это просто абсолютный абсурд, потому что я уверен, что они бы сейчас концертировали по миру не меньше, чем Нойз МС. Настолько возросла аудитория, которая выехала из страны, и которая приходила бы на их концерты в любом городе Европы или Америки. Да, но, наверное, не такие фантастические гонорары были бы многомиллионные за стадионные концерты, но это были бы клубные концерты или концерты на аренах, но совесть была бы чиста. Но ты проходишь через эти очередные круги, тебя прессуют до уровня того, что вот у тебя должен быть главный концерт года, но тебе, говорят, не будет. Причем это же тебе не в прямую говорят, а просто санэпидемстанция или там пожарные какие-нибудь инструкции не соблюдены. Те не дают разрешения на твой стадионный концерт на какой-нибудь ВТБ-арене и не объясняют, почему. И твой директор начинает ходить туда, ходить к этим людям, которые должны как-то решить вопрос. Эта история продолжается, я ее знаю точно, как она была у Би-два, как она происходит с другими артистами, в частности со зверем. И ходит туда промоутер, и ходит туда директор. И ему говорят, ну как, давайте какой-то благотворительный концерт для детей Донбасса. Они говорят, мы подумаем, не хотят на это, ну давайте съездите на фронт, дайте каким-то образом, не готовы. Ну и потом, когда остается до концерта неделя, и когда ощущение полного отчаяния, потому что тебе, если этот миллионный концерт не будет продан стадионный, то тебе поставят на такие деньги, тебе вынуждены, ты будешь в кабале выплачивать, все возвращать деньги за билеты, выплачивать неустойки и так далее. Это все на тебя больше и больше пресс, ты плюешь на это все, садишься в машину, едешь на Донбасс и снимаешься у этого самого военкора чудовищного. И в надежде на то, что кто-то это увидит, и ты такой, я за вас, ребята, я все, хорошо, не надо меня больше прессовать, только дайте мне концерт провести, пожалуйста. Ну и все, и тебе проводят концерт. Один, правда, проводят, а в Питере еще не проводят, запрещают, тем не менее. Но все, и тебе дальше, ну как бы, ты поставил такое пятно на свою репутацию, что как бы это пятно несмываемо уже больше никогда. Вот почему люди на это идут. Ну, значит, видать, репутация не так важна. Ну, на Би-2, на сплин, они же тоже давят, правильно? И давили. Ну, на Би-2 уже не давят. они все-таки уже выехали, а на сплин давят еще. Конечно. Ну, мы должны понимать, что любая группа, которая не участвует в Зет-туре или на каком-нибудь государственном мероприятии в Лужниках, это герои, которые сумели от этого отказаться и отбиться какими-то правдами или неправдами. Это в определенном смысле гражданский подвиг, потому что, как мы понимаем, люди, которые сидят в администрации президента, и им нужно сделать крутую картинку при забитом стадионе, чтобы вышел Путин, а после него вышла какая-то одна группа и другая группа и третья группа, но они же не могут не помнить про существование группы Сплин. Конечно, помнят и, конечно, к ним приходят и, конечно, их зовут. И я не знаю, какими усилиями они отбиваются или там тот же самый Шевчук или та же самая Арбенина, которые там остаются. Так что я отношусь к тем, кто не участвует как к героям уже. Он, я в два сколько там вот последний Козырев онлайн. Я уже сидел, сел в студию, сейчас включатся камеры за нами, за моей спиной сидит вся редакция дождя и вдруг в какой-то момент такой возглас в редакции да блин! И все девочки такие да не может быть! Я думаю, убили что ли кого-то? Нет. Они на новостных лентах появилась информация о том, что на Красной площади будет про правительство концерт, в котором участвует Леонид Агутин. А он долго держался. А он и сейчас не участвует. Потому что через 15 минут после этой новости появляется официальное заявление его директора, что это чушь какая-то у них в этот день в другом месте, в другом городе концерт. И все такие через 15 минут слава богу. Потому что каждый из этих неучаствующих герой очень важно, что сохраняется какая-то вера в то, что есть люди, которых невозможно согнуть. И я очень надеюсь, что Леонид не согнут. Насколько я знаю, я верю в то, что им это не удастся сделать. Но сегодня очень осторожно нужно высказывать какие бы то ни было пожелания и прогнозы. Экипелов, группа Ария, группа моего детства, моих 16 лет, наверное, многие переживали. Это, конечно, потом ты узнаешь, что есть Ариан Мейден и эта форма и содержание. Но, тем не менее, Экипелов и его хит «Я свободен». А получается совсем по-другому. Я песня выдающаяся. Я никогда не был фанатом группы Ария. Никогда не был фанатом Кипелова. И вообще я не очень люблю этот жанр. Никогда ни одной песни Айрон Мейден у меня в плейере не было. Играм пластинок тоже. Это совсем не мое. И я думаю, что одна из причин подсознательная это то, что в этом жанре следование форме гораздо важнее, чем содержание. Всегда у этих хард-роковых хайрастых рокеров самое важное было, чтобы они крутили головами под гитарой и делали все так, как там. Не особо заморачиваясь о сути, о смысле произведений. Но послушайте, о каких хард-роковых музыкантах можно говорить, когда на свете есть группа ЮДУ. Ну, то есть, когда есть примеры Брюса Спрингстина или Рэдиохэд, то есть примеры групп, которые каждая строчка не случайна. Песни написаны кровью из сердец. Это люди, которые не могут оставаться равнодушными к тому, что происходит вокруг них. В случае с хард-роком и все эти вещи, они отходят на второй план, потому что мне кажется, что форма там это самое главное. Самое главное, какие у тебя татухи, самое главное, какой длины волосы, какие у тебя смоуки айз, на какой гитаре ты играешь. Я отношусь к этому жанру просто иронически. А металлика? Это совсем другое дело. Но металлика поэтому и есть главная металлическая группа мира, потому что там песни кровью написаны тоже. Это их главное отличение. Отличие это не то, какие они фантастические креативные рифы выдают. Это то, что заложено в этих песнях. Они неравнодушны. Для них эта форма, там, длинные волосы у Хэтфилда или короткие волосы у Хэтфилда, длинные бакенбарды или короткие, это имеет второстепенное значение. Самое главное, это песни, которые написаны душой, кровью, в которой чувствуется боль по поводу происходящего. Вот снять клип в тюрьме Сент-Квинтин, да, это не случайность. Это потому, что у них душа болит за тех узников, которые там сидят. Да, это вот это. Для них чудовищным была новость о том, что в Гуантанамо пытали людей под их музыку. Я чувствую, что Хэтфилд по этому поводу выпил не одну бутылку Джек Дэниелс. Настолько это был кошмар. Но это о том, с чего мы начали. Несут ли они ответственность? Да, отлично, да, именно, именно, это тот самый яркий ответственность Металлика за то, что под их песни пытают, несет или нет? Конечно, нет. Мне кажется, здесь даже вопрос, я тоже согласен абсолютно, что они несут, вопрос, почему эти песни нравятся в том числе тем людям, которые пытают, почему песня Шевчука нравится тем, в том смысле, в том, и тоже тем людям, которые, скажем, не знаю, там в ментовке работают, простите за эту грубую, ведь просили же у Шевчука автограф, говорят, когда его там пытались не задержать или что-то там было уголовное дело. А получается, охват-то широкий. Точно. И вот это, вот это парадоксальное. Я реально физически сблеванул, когда я вдруг обнаружил, что Маргарита Симоньян любит Цоя. Я прямо пошел в туалет и блевал просто, потому что я представить себе не мог, что вот это чудовище, оно тоже слышало, слушало музыку группы кино. Но они, кстати, это очень знаковая вещь, они изо всех сил, они, я имею в виду Z-культура, они стараются мертвых себе присвоить, они стараются подтянуть под свою философию людей умерших, которые не способны возразить. Это в первую очередь Цоя, во вторую Бодров. А с Бодровым ситуация сложнее, как я понимаю, все-таки была в плане вот этого восприятия русского мира, некого сращения с государством, нет? Я как раз вот на своем выступлении показываю фрагмент его речи в Олимпийском на концерте «Брата-2», где он произносит такую фразу, он говорит «давайте быть сильными», подальше произносит «давайте быть справедливыми». А дальше заканчивает речь «давайте любить нашу страну просто за то, что она наша». И это сегодня вызывает оторопь. А тогда вот в этом рессентименте, который витал в воздухе о том, что с огромным количеством людей, которая уехала из страны и с огромным количеством нищеты и страданий, которые выпали на долю людей в 90-е годы, эта фраза воспринималась как «Ну, ребята, у нас есть какие-то вещи, за которые мы можем держаться». И в этот момент не приходило в голову, что держаться нужно за власть. В этот момент на ум приходили опять-таки выдающиеся писатели, кинематографисты. То есть великая русская культура. Другое дело, что есть на свете пара сотен великих других культур. И это одна из вещей, которую я сейчас постоянно напоминаю тем, кто хочет меня упрекнуть в том, почему я назвал «Радио наше», что это противопоставление, что якобы есть «наше», а есть не «наше». Я с самого первого дня на этом нашем радио старался играть песни на украинском языке, на молдавском языке, на латышском языке. Я старался группы, которые каким-то образом были частью вот этого большого культурного пространства. Можно сейчас долго спорить по поводу того, насколько это было искусственно созданное пространство, была ли это оккупация, или это было какое-то объединение. Очень много вопросов, но дело не в этом. Я убежден был, что человек, который услышит на нашем радио песни на украинском языке, от этого станет лучше и добрее. И я опять демонстрирую там фрагмент, как на этом же самом концерте, после Бодрова выходит Океан Эльза. И молодой, волосатый такой Вакарчук выступает в Олимпийском под полное абсолютно приятие и любовь зала. Не было этих границ культуре. Я пытался каким-то образом это культурное пространство сохранить и в общем в результате потерпел катастрофическое поражение. А вы задумывались, наверняка задумывались, как так получилось, что люди, которые выросли на одних книгах, на одних песнях, на одних фильмах, и вот проходит вот эта линия. Для меня вот 24-го тоже, я очень либеральный человек, старался как-то всегда дипломатично найти. Но после 24-го ты понимаешь, вот есть одна сторона, есть другая сторона. И, к сожалению, вот этот момент уже не перейти. Вот не перейти. Но в то же время я разговаривал с людьми, они читали те же книги, они любят те же книги, они любят Стругацкие, которых я очень люблю, они любят Шевсюка, но мы на разных странах. И как так сработало? Вот есть у вас ответ? Есть. Культурные коды же одни и те же, по сути. Да, слабые. Были силы, были культурные коды, которые были разными, и эти культурные коды были сильнее. Ну, там, в моем восприятии нельзя набить татуировку Сталина на груди. Я, когда увидел это, фотографию Гаррика с портретом Сталина, я прям охренел. Я ему задал вопрос в интервью, я говорю, это как вообще? Ну, Гарик в своей традиционной манере, как это хорошее слово, осклабился и отшутился. Типа, вот, ну, это ж, ну, послушай. Ну, это же такая была легенда еще во времена расстрела, что конвойный и расстреливающий человек не может выпустить пулю в Сталина. Поэтому среди заключенных была такая традиция, чтобы тебя не расстреляли, тебя будет оберегать портрет Сталин. Ну, мне было совсем не смешно, я ему так сказал, что это, как бы, неприемлемая вещь вообще. А культурный код оказался, этот культурный код у Гарика оказался сильнее, чем, там, напои меня водой. и он это рассматривал изначально, и казалось, это какой-то, ну, какой-то стебалово какой-то, я его и про Хлобыстина спрашивал, вот как, у тебя же друг упырь. Ну, это же не сразу стало понятно. Тоже? Тоже самое, да, и Гарик точно так же, да ну ладно, ну Ванька, ну он же шут, он же клоун. Но он же снялся в фильме про Афганистан в конце 80-х, начале 90-х, трагическая картина про войну, про ужас войны. Это вот, мало кто помнит этот фильм, просмотрите про танкиста. Чудовищная история. Я думаю... Преобразование. Вот, вот, ты спросил про культурный код, и вот культурный код, вот этот вот сталинско-зэковский и страна поделенная на тех, кто охраняет и тех, кто сидит, он оказался сильнее, чем все там стругацкие предупреждающие в каждой книге, просто посылающие конкретные вот что с вами произойдет, вот что может происходить, опасайтесь вот этого, не позволяйте вот с собой вот это делать. На народном уровне эти коды сработали гораздо сильнее. Я имею ввиду вот эти сталинско-зэковские. Алла Пугачева не стала холодным душем для тех, кто на стороне за патриотов. Главное, народная певица позднего СССР, России, да в общем вне конкуренции. Я думаю, что они так охренели от того, как она себя повела и что она заявила, что они до сих пор абсолютно беспомощны, они не понимают, что с ней сделать, как с нее содрать этот статус, который никто не сможет содрать. Ну и никто его не дал, она сама его заслужила. Но она же конкретно попросила дайте мне статус иноагента, они же не дают. Потому что понимают, к чему это приведет. Это приведет к потере доверия к самому институту, того, кто раздает эти титулы, потому что это святыня. На святыню покушаться нельзя. Они ну просто обделались и... На святыню же можно попытаться осквернить и потом... Ну что, и делают каждый день все эти газетные прихвостни, потому что я думаю, что о нашей эпохе можно будет составить представление, просто составив реестр заголовков про Аллу Пугачеву. И все эти обсосы, которые тявкают на этот счет, их же очень много, не из числа таких мосик, которые лают. Вот из них составить цитаты, из этих заголовков, ну это просто будет прям потрясающая картина. И особенно есть такой соблазн, хорошо бы было вот взять это, перенести на 10, на 20, на 30 лет назад и показать тем же зрителям опубликовать. Дорогую из синей птицы. Вы представляете, да, это как бы дорогую из синей птицы покажется в данном случае детским лепетом по сравнению с тем дерьмом, тучами дерьма, которые они выливают на Аллу Борисовну и на Максима Галкина. Вот, но это, я думаю, что это для них такой удар, после которого они не оправились, но это все исключительно для для просто собственного ощущения, потому что как бы к масштабу их истовой уверенности в том, что они на правой стороне, эти Z-люди, это никак на это не влияет. Да, Господи, какая там Пугачева. Они уверены, что нужно убивать, что нужно каждый день убивать живых людей, потому что это враги и надо поддерживать эту машину, которая работает сейчас только на крови, эти насосы, они работают на крови украинцев и на крови тех россиян, которых туда посылают. И это в этом отношении удар, который им нанесла Пугачева, точнее, который они ощутили, это все детский лепет. Просто ужас сам непередаваемый находится вот в этой машине. Но не удивило, что представители популярной музыки, которые там нередко называют попсой, очень многие повели себя достойнее, чем, представьте, рок-музыки. Казалось бы, популярная музыка, которая, как там было, должна всем делать хорошо. Но здесь же мы видим и Пугачеву, и Лайму, и многих других топовых российских звезд, и нероссийских, ну, очень популярных в России Лайма, это латвийская пица. Это очень здорово, и я очень сильно зауважал многих артистов, которые себя достойно повели. Это меня примирило с их произведениями, которые я, в общем, всю жизнь особо не слушал. Вот, и подчеркнуло, конечно, этот контраст и позорище, в которое превратились многие рок-н-ролльщики. Это, ну, как бы для меня, ну, можно сказать, что трагедия. Я потому, что в страшном сне не мог такое представить. В 1983-м, если я не ошибаюсь, Гребячков пишет песню «Рок-н-ролл мертв, а мы еще нет». Она пророческая оказалась? Ну, она удивительная. Это альбом Африка, если я понимаю. Да, удивительная, да, радио Африка. Удивительно долгоиграющая пророческая песня, потому что на каждом повороте она приходит в голову, и оказывается применима вообще во многие, чем темнее времена, тем она более востребована получается. Да, конечно, в отношении этих псевдорокеров, какие нервные лица, быть беде, я помню, было небо, я не помню, где. Вот, это все прямо об этом. И, конечно, для меня очень важно, просто так важно, что Гребячков оказался полностью на стороне света, и так получилось, что я уехал на 26-го, по-моему, февраля, запланированно уехал в Лондон снимать про него документальный фильм для дождя. У него был концерт в лондонском клубе Трубадур, в котором висит галерея портретов тех людей, которые там выступали. Ну, там просто вообще весь цвет мирового рок-н-ролла и владелец клуба, который ходил там и нам все показывал, рассказывал, он пожаловался на то, что висят себе там Боб Дилан, Эми Уайнхаус, там Стивен Тайлер, а воруют со стены один единственный портрет. Это портрет Эда Широна. Потому что когда приходит молодежь, они все молятся на Эда Широна, который там выступал, и они все время воруют со стенки по портрет. Так вот, возвращаясь к Борису Борисовичу, мне, конечно, было абсолютно жизненно необходимо вот в первые дни, когда я уехал, а мы уже договорились с женой, что я уезжаю, я не вернусь, и что дальше я буду их вытаскивать. Вот. Без какого бы то ни было плана, я понятия не имел, что и как, и куда, и где. Вот. Но я был рядом с Гребенщиковым все время, и все время его снимал, и много мы с ним разговаривали, и под камеру, и просто, и вот эти домашние вечера, в которые он приглашал меня, и его жена Ира кормила меня вкусно, и потом мы слушали вместе его предыдущий альбом, который еще был далек от, это все успокаивало меня, и давало ощущение, что не-не-нет, все-таки свет есть, а он же невероятно какой-то магической властью обладает спокойствия и мудрости какой-то, и это для меня была лучшая, возможно, которая, возможно, предоставит психотерапия в тот момент. Просто ассоциация, которая возникла, Толстой, Достоевский, Шевчук, Гребенщиков. Есть вот это разделение Шевчук, Гребенщиков, как считаете? Ну, я в плане либо Шевчук, либо Гребенщиков, либо тот и тот с уважением к обоим, но, тем не менее, выбираешь. Я бы сейчас не стал бы даже эмпирически разделять, потому что разделений уже такое количество, и они настолько жуткие, что тех, кто оказался по одну сторону баррикад, и те, кто оказался на стороне света, я бы не стал выбирать из них и отдавать свои предпочтения одному или другому. Просто очень много артистов, хороших и разных, и можно спокойно всех любить. Ваше прошлое, связанное с медиа-менеджером, с кинематографом, вот как вы это вспоминаете сегодня? Вы говорили, что чувствуете себя проигравшим, то, что пытались делать, не получилось. Вот тот опыт, наше радио, опять же, день выборов, день радио, те фильмы, в которых вы снимались, что сейчас для вас значит этот опыт? Насколько он для вас важен, ценен? От него никуда не уйти, его никак не отнять, это часть меня, это все, эти приключения все, они мои, от них никуда не деться, я в основном вспоминаю их с теплым чувством, с радостью. В дни радио была же надежда. Да, конечно, и в дни радио была надежда, но надежда вообще была, она умерла только 24-го, и это все, все эти путешествия, я имею ввиду, создание каких-то новых сущностей и музыкальные все эти приключения, они подарили мне невероятно ценных друзей, замечательных, созвездия какое-то, которое я очень ценю, и во многом одна большая потеря, которую я ощущаю, это то, что ну, как бы, эта вот ваза, она упала и разбилась, разлетелась на кусочки, и уже никогда ее полностью не склеить, я имею ввиду ту Москву, тот город, в котором я жил, и в котором там мы вместе праздновали дни рождения, ходили на концерты, играли в наши любимые бумажки и в шляпу, и придумывали какие-то штуки, играли вместе спектакли, после спектакля куда-то ехали где-то что-то отмечать, этого уже никогда не будет, но при этом несколько кусочков в каком-то отдельном месте городе земного шара, они будут склеиваться и дарить нам радость, и в том числе и радость воспоминаний, вот сейчас несколько дней назад в Амстердаме выступала группа Акуджав, а в этот момент в Гааге Толя Белый давал свой спектакль «Я здесь», и Толя приехал к нам в гости, и мы вместе пошли на Акуджав, и это был вот такой вот вечер, в который эта ваза, она чуть-чуть склеилась, и было почти как тогда, почти как дома, и чудесный Вадик Ислава, музыкант Акуджав, один из которых уехал из страны и не возвращается больше, хотя я не знаю насколько долго, а другой живет, продолжает существовать в России, это я говорю, что Слава, второй музыкант, пианист, который клавишник Акуджава, он просветитель, он лектор, он ездит по стране в самые отдаленные уголки и читает лекции о классической музыке, и живет полноценной жизнью, не умножая зло, наоборот, распространяя свет в отдельно взятых там школьных классах или филармониях местных, ну вот тоже путь, достойный путь. А как в Амстердаме? Поскольку телеканал Дождь уже перебрался полностью, релацировался в Амстердам, в Нидерланды, как у вас там все складывается? Ну, одно можно сказать с уверенностью, нас там не будут расценивать как урозу национальной безопасности, но в общем тяжелее всего, конечно, приходится тем людям, которым пришлось за это время два раза менять место жительства, детям пришлось бросать друзей, которые только-только у них здесь появились, и сейчас они уже месяц ходят в другие школы и пытаются завести себе новых друзей. Одна из семей, которая, моих коллег с Дождя, которые жили здесь, они живут с нами в нашем доме, потому что им пока негде жить, потому что в Амстердаме очень тяжело найти себе квартиру, но мы живем весело и дружно. В общем, для них это тяжелее гораздо, для них это непросто. Я считаю, что я везунчик, то, что мне с самого начала так оказалось, что мы начали возобновлять дождь в Амстердаме, и я оказался там, это, конечно, для меня гораздо легче и проще, чем для тех, кто оказался в Риге, а потом был из нее выгнан. У нас много вопросов в Телеграме, задам некоторые. Вот, в частности, спрашивают вас, следите ли вы за судьбой Михаила Ефремова, с которым сотрудничали еще в фильме День выборов? Вообще, как следите, поскольку он находится в заключении, что-то известно? Я не, сейчас, особенно из Амстердама, мне сложновато следить за тем, что происходит с Мишей, но я переписываюсь с некоторыми заключенными, с Мишей, последние новости, которые я слышал, были какие-то очень странные, о том, что он якобы захотел, чтобы его взяли на войну, я думаю, что это чушь, я не думаю, что он мог высказать такое желание, но это очень болезненная, трагическая история, которая меня прямо сильно ошеломила и опечалила. Очень хочется каждому из тех людей, которые находятся за решеткой, которых я лично знаю, ну, как бы надеяться, что они выберутся живыми, потому что мой тюремный опыт очень небольшой, но он есть. Это неделя от ситки на гауптвахте в одиночной камере. Это вот как раз то ШИЗО, которое заключают, поскольку это вот реально каменная коробка, состоящая из трех метров на два метра с узкой щелью в виде окна под потолком и с охранником, который отстегивает тебе нары, не застегивает их, и вот с такой железной обрезком трубы, на которую нашлепан кусок железа, и это стул, на котором ты можешь сидеть, потому что кровать пристегнули, нары пристегнули. Ну, несмотря на то, что это было всего семь дней, ну, они мне запомнились, я прям сильно хорошо помню это ощущение ужаса и обреченности, и непонимания вообще, как такое со мной могло произойти. вот, и самое главное, что это полнейшая, тотальная зависимость от людей, которые могут щелкнуть пальцем, и ты обязан будешь умереть, или там, я не знаю, там, лечь на холодный пол и лежать там 12 часов. Это удручает больше, чем даже физические какие-то невзгоды. я не представляю себе, как можно это вытерпеть долгое время, но как бы история учит тому, что человек существо, которое может адаптироваться едва ли не ко всему. В общем, я очень надеюсь, что Миша жив и здоров и выйдет живым из тюрьмы. Еще вопрос, Михаил, ваши политические взгляды знаю и разделяю, вот что касается личных музыкальных пристрастий, как-то пропустил назовите, пожалуйста, исполнителей альбома, песню, любовь к которым сопровождает вас по жизни. Я думал, это шутка. Нет, я считаю музыкальное пристрастие. Я пошел по вопросам из Телеграма. Я люблю самую разную музыку, но группа, которую я люблю, наверное, дольше всего и моя любовь к ней не угасает, это Юту. и я неприлично, это, конечно, но могу похвастаться, что в следующем месяце я лечу в Лас-Вегас на открытие уникальной совершенно площадки, которую там выстроили специально для Юту. Это зал сфера, который выглядит как купол, и весь этот купол это единый плазменный экран. и в октябре там будет премьера нового шоу Юту, и Юту становится так называемыми резидентами Лас-Вегаса. Они будут давать это шоу в этом зале на протяжении долгого времени. Поэтому и в этом, черт побери, эксклюзив, то есть не имеет смысла теперь ждать Юту ни в одном городе мира, потому что они будут играть только в Лас-Вегасе. Ну и, соответственно, ради этого шоу и ради этого купола туда будут приезжать зрители со всего мира. Вот. И я посчитал, что я не могу это пропустить. Это было целое приключение, как вылавливать билеты туда, потому что понятно, что билеты на каждое шоу, которое они объявляют, они расходятся за минуты. Вот. Но у нас... Успеть нажать кнопку. Да, да, да. Но у нас есть опыт, и мы даже знаем, как потом... Я и мой друг, который тоже поклонник Юту, и потом на рынке перепродажи билетов, там тоже есть свои закономерности, и тоже можно выудить. Время от времени появляются какие-то заразумные деньги, лишние билеты, какие-то продажи. В общем, мы летим на Юту в октябре. Кстати, вот мне кажется, у Бона есть потрясающая антивоенная песня. Я не поклонник Юту. Ну, мне нравится, но не являюсь поклонником. Ну, спасибо большое за то, что пригласили. Я пошел. Но у меня есть возможность реабилитироваться. Но с повороти они спели же потрясающе. «Мисс Сараева». Это же потрясающее антивоенное высказывание. У меня прямо мурашки по коже. И клип, который подобран. И это так актуально сегодня. Да, про конкурс моды, который проходил в Сбоблином Сараево. Да, конечно. Но говорить о гражданских поступках музыкальных группы Юту я могу очень много, потому что это как раз образец того, как люди через всю жизнь свою несут неравнодушие, неравнодушное отношение к происходящему. И все время... Я в тот момент, когда я понял, что в Киев будут приглашать артистов выступать в метро, я знал, кто туда приедет первым. Это было абсолютно очевидно. И туда приехали Юту. И этот концерт тоже абсолютно незабываемый, который они дали там, исполнив несколько песен в метро, во время, ну, понятно, что в военном городе Киеве это тоже прямо... Я был уверен в том, что они будут первыми. Еще вопрос. Спросите, Олег пишет, спросите Михаила насчет отношения группы «Пикник» к СВО, я цитирую, и песня 2012 года «Клоун беспощадный». Случайно не про Путина, уж больно похоже. Особенно в этом клипе, там есть ссылка. Я ничего не знаю про то, что думают про происходящее событие Эдмунд Шклярский и участники группы «Пикник». Я опять-таки очень надеюсь на то, что они на светлой стороне, а про то, какие аллюзии эта песня вызывает, ничего не могу сказать, потому что может быть заложена такая аллюзия внутри песни зашита, а может быть и нет. Это же как бы красота в глазах смотрящего. Если вам так кажется, так тому и быть. Еще вопрос. Понятно, я даже не удивлен, что этот вопрос прозвучал. Илья его задает. Интересно ваше отношение к позиции Константина Кинчева. С одной стороны, он антизападник, другой – несторонник российского режима. С третьей публично поддержал Гребенщукова, Макаревича и Шевчука, когда они подвергались с нападком. Костя Кинчев – это собрание взаимопротиворечащих вещей в одной голове. Вот из этого всего, что перечислил наш зритель, ничего не вызывает у меня удивления. да, Кинчев человек не боялся впрячься за тех своих коллег по цеху, которые уехали. Но при этом при этом вот все, что он несет по поводу международного цифрового заговора, чипирования этих всех Сороса и рептилоидов, значит, цифровой концлагерь, и это все у меня это производит впечатление на меня, как будто это просто набитая чушью голова, которая не может восстановить ни одну причинно-следственную связь. И я очень любил и люблю до сих пор первые альбомы группы Алиса, знаю их наизусть с любой песни, могу продолжить, но в какой-то момент Кинчев перестал быть любимым мною артистом, и я не буду сейчас говорить, почему, как мне кажется, произошла такая трансформация, но она произошла, и он точно не мой герой. Он сломался на небе славян или раньше? Еще на трассе Е-95? Нет, не на трассе. Я думаю, что он сломался тогда, когда у него духовник появился, который просто трактором прошел по мозгам. Еще один вопрос от Дмитрия. Он спрашивает, поддерживает ли Михаил контакты с кем-нибудь из диджеев нашего? Что стало с командой Каптаевым, Махарадзе, Сундуковой и так далее? Шизгар шоу. Я поддерживаю контакты еще со времен Максимума с Сашей Нужденным и с Володей Фонаревым и с Костей Михайловым. Из эфирных ведущих Макс Любимов, который сейчас живет в Грузии, в Тбилиси. Команда, которая со мной работала над Чартовой дюжиной, которые были за кадром, а потом, кстати, и голоса тоже появились в эфире. С ними мы до сих пор на связи. Недалеко к сегодня я, поскольку я там хочу одну пародию у себя в программе сделать на Чартовую дюжину, дать, это вот еще не вышло, но я записываю как раз сейчас дать хит-парад песен Чартова дюжина в 2015 году, в который входят только надежные проверенные артисты. Вот. И я поэтому сегодня просил у них джинглы какие-то, чтобы сделать эту пародию точной, как была моя программа. Вот. По поводу большинства контакт утерян, в общем, и я не знаю, что с ним происходит сейчас, на чьей они стороне и как они живут. Ну, в завершение, я, этот вопрос уже так получилось, на самом деле, мы не ставили, не делали его традиционным, так случилось, что с людьми, которые выехали из России, мы спрашиваем, вот, как вы считаете, будет ли у вас возможность вернуться? Рассматривается ли возможность вернуться в Россию? Или все, это билет в один конец уже? Даже на уровне ощущений. Будет ли возможность? Я верю, что, наверное, когда-нибудь она появится. Рассматривается ли возможность? Нет, не рассматривается. То есть вы эту дверь закрыли? Да, да, в данный момент, да. В первую очередь, в первую очередь, не для себя, а для детей. Ни одного дня с того момента, как мы оставили страну, мы не жалеем, что мы вывезли девочек оттуда. И я счастлив в первую очередь своим решением, тем, что у них есть вот этот вот удивительный и самый, на мой взгляд, важный воздух свободы, в котором они растут. Наш дом сейчас периодически наполняется детьми из разных концов земного шара с разным цветом кожи, несущим свои черты, своих уникальных культур, которые мои девочки начинают изучать, начинают готовить какие-то блюда, которые их одноклассницы учат готовить. Вот. Это все обосновывает правильность принятого нами решения, и что они, у меня уже взрослые, им по 12 лет, мы, когда, я помню эти наши ночные разговоры по Зуму, когда я вдруг обнаружил, что я в точности повторяю тексты моего папы, который, когда я учился в школе номер 13 города Свердловска и был единственным евреем в классе, папа меня выводил на балкон, потому что внутри квартиры нас могло прослушивать КГБ, и на балконе мне объяснял, Миш, давай вот лучше вопрос национальности, не отвечай на эти вопросы, не обсуждая это, пожалуйста, в школе. И точно так же он меня выводил и рассказывал о том, что происходит в Афганистане, и почему об этом не надо говорить и не надо задавать вопросы учителям. И вот склейка в этом кино, и я объясняю своим девочкам, что не надо обсуждать вопрос Украины в школе, не надо отвечать на вопросы, не надо участвовать в обсуждении, потому что 25 февраля, когда девочки пошли в школу, к ним подбежал их одноклассник, мальчик, который задал вопрос в лоб, а ты за Россию или за Украину? И мы такие с Настей, так, и что вы ответили? Девочки такие, ничего, мы ушли. И мы такие, молодцы, теперь давайте примем новые правила общения в школе. Пункт первый, ничего и уходите. Вот, и это, конечно, я с иронией рассказываю, но на самом деле это чудовищная трагедия, что мы ни из чего не смогли сделать никаких уроков, и мы вынуждены тот же самый разговор повторять теперь своим детям, который был у нас в Советском Союзе. Вот, и глядя на то, как они сейчас приезжают из школы на велосипедах в нашем пригороде Амстердама, я счастлив, потому что мне никогда больше не надо будет им с ними проводить подобного рода беседы, я надеюсь. Ну и в завершении немой рок-н-ролл можно пригласить нашу аудиторию с выступления в субботу в доме еврейского общества, я понимаю. я научусь правильно говорить, потому что одни говорят, что это дом еврейской общины, другие говорят дом еврейского общества, но вроде бы зал известный. На улице Сколос. Да, приходите, не самые веселые два часа, но душераздирающие точно, там будет очень много всех уникальных видеофрагментов, и я много готовил это выступление, и мне важно его самого, для меня самого оно важно, потому что это в определенном смысле такая как бы исповедь, хочется на какие-то вопросы найти ответ, и еще наверняка вас же смотрят и в Вильнюсе, а в Вильнюсе я буду в воскресенье вечером, так что приходите. Не пропустите. Ну что, спасибо вам большое, что нашли время и заехали к нам в студию. Спасибо вам, что пригласили. Михаил Козырев был у нас сегодня. Всего доброго и до свидания. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова